В послании президент много говорил о патриотизме и настоящих героях, которые сегодня выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Память погибших почтили минуты молчания. Один из таких героев, Ильдар Сайфуллин, родился в Узбекистане, окончил Урусинскую среднюю школу номер 2 Ютазинского района Татарстана. Мечтал поступить в военное училище, целеустремленно готовился к своей будущей профессии. В последние годы жил в Москве с женой и 4-летней дочкой. 33-летний Ильдар Сайфуллин, гвардии капитан, командир комендантской роты отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, погиб, спасая товарищей на территории Харьковской области. Его похоронили в поселке Урусу. За личное мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в специальной военной операции, Ильдар Ильдусович Сайфуллин награжден Орденом Мужества посмертно. Чтобы помнили не только те, кто знал, чтобы передавали другим поколениям, Урусинская школа номер 2 хранит память о своих выпускниках, погибших в разные годы, в разных местах, выполняя воинский долг. В нашей школе есть юно-армейский отряд, и мы планируем, готовим уже документы, чтобы отряд назывался в честь Сайфуллина Ильдара Ильдусовича. Чтобы ребята знали, гордились тем, что в нашей школе обучался Ильдар. Знали об этом, гордились, помнили. Погибают самые сильные, самые смелые ребята. И хотелось бы, спецоперация идет, чтобы больше мы не открывали таких мемориальных досок. Ильдар Сайфуллин окончил эту школу в 2006 году. Без колебаний выбрал профессию военного, мечтал о ней. Как поступил в военное училище, решил поделиться радостью с классным руководителем. Я была дома, он не в школу пришел, он пришел домой, радостный такой, поступил, сказал, я очень была за него рада, сказала, молодец, ты ведь хотел с детства, вот теперь будешь заниматься любимым делом, я сказала. Он мне рассказывал, что он хочет в жизни добиться, и даже говорил, что про него еще узнают. Тот самый класс, вторая парта в левом ряду, у окна. Одноклассники уже разъехались по разным городам и странам, но каждый помнит не только школьные годы. Остались только очень короткие вспоминания, очень добрые, как мы с ним последний раз виделись, гуляли, как он мне шоколадку подарил. Я, конечно, очень горжусь, что училась с Ильдаром, что именно с таким человеком, который справедливым, он патриотом своей страны, вот, прям, у меня эта шоколадка, прям, вот, очень, вот, уже запала. Готовил себя и морально, и физически к будущей профессии. С 13 лет начал заниматься греко-римской борьбой. По словам тренера, мог выйти на ковер с любым соперником, независимо от весовой категории. Не любил он проигрывать, поэтому ставьте меня с одним, с другим. Вот у него была такая черта, не боясь, даже если чуть-чуть какая-то травма у него, но все равно выходил на ковер. Хороший, мужественный человек был во всех отношениях. С сильным духом, вот, у него был стержень, именно вот настоящий стержень мужества был. Просто передаю привет, у нас все хорошо, живы, здоровы, кормят. А, все, больше ничего и не надо. Военное училище закончил в 2012-м, служил в Московской области. Гвардии капитан, командир комендантской роты. В конце февраля отправился в зону проведения специальной военной операции. 30 июня получил осколочное ранение в голову. 1 июля скончался. Похоронили там, где прошло все детство и юность, в поселке Уруссу. 27 января Ильдару Сайфулину исполнилось 33 года. Жена и 4-летняя дочка в Москве. На малой родине родители и братья. Ильдар был средним сыном. Он с детства, да, с детства мечтал. Он даже вот эти фильмы «Кадеты» в то время вышел, вот когда учились они в школе. Вот, он смотрел все вот это. Я хочу быть военным, хочу быть военным, все. Ну, вот он когда уже выучился, ну, не только мне, наверное, говорил постоянно, вот, папа, я же вот первый у вас, ну, в роду, можно сказать, да, это военный, говорит. Ну, гордился этим, гордился. И мы гордились. Он никогда не метался там, никогда не сомневался ни в чем. Он все время твердо, уверенным шагом шел вперед. Пока служил в Подмосковье, звонил часто. Из территории Украины весточки присылал. Не прятался за солдатами, последние месяцы был на передовой. Орденом мужества награжден посмертно. Мне он ничего не сказал. Я не знаю, что он, со мной даже не советовался. Мы просто в последний месяц уже узнали, что он был на передовой. Он никогда не рассказывал. Все хорошо, все нормально. Диверсионная группа сработала, да, со стороны противника. Они отбили, отбили их. Роковой осколок как бы. Один-единственный. Но он не сразу, получается, погиб, а еще, как очевидцы, рассказывают, что он на своих ногах. Ну, при помощи, конечно, ребят. Дошел до машины, довели его. Он был жив. И сказал, что... Да, я немножко подлечусь и вернусь к вам. Немного подлечусь, вернусь, и мы их накажем. В детстве часто бывал в деревне, километрах в 20 от Урусу. Боряки Тамак, родина героя Советского Союза Фатыха Шарипова. С друзьями и один, на велосипеде и на лыжах, самостоятельно добирался. С детства и по хозяйству, говорят, помогал. На моторолере сено возил. Даже однажды перевернулся на мосту. Любил из крыши попрыгать. И потом уже, в короткие дни отпуска, если удавалось доехать сюда, то обязательно навещал бабушку и дядю в деревне. Вот поставил перед собой его фотографию, разговариваю, а он не отвечает. Настоящим офицером был. Аби, мы обязательно победим, говорил. Всегда улыбался, людям помогал. Просил, чтобы я молитвы читал и повторял их за мной, выучил. Рассказывал, что многих товарищей потерял, но и многих удалось спасти. По телефону сообщили, что Ильдара Сайфулина больше нет. 1 июля. Брат с семьей были в Казани, отец в деревне, мама домой возвращалась. Не верился. Но казалось, это правда. Я еще за рулем. Угу. Илья до дома доехал. Братишка окружил себя очень хорошими людьми. Вокруг себя собрал достойных ребят. За такую короткую жизнь многое успел сделать. Молодец он наш. Гордость. Смелость он, да. Недавно вышел этот... На связь командир его. И вот в конце только он признался, что вот Ильдар наш его вот вытащил. Ну, короче, спас, получается, жизнь. Он родителей не подвел, достойно все сделал. Хотелось бы, чтобы будущее поколение смотрело именно вот на таких героев. Зуфарда влечен Андрей Ключников 7 дней.